Язык посланий. Далее мы двигаемся к следующей теме. Написание посланий доставка и прочтение посланий адресату. Как мы уже говорили, что греческий язык Павловых посланий достаточно грамотный, серьезный. Тем более, если он привлекал этого писца, то там должно быть все было в порядке. И мы видим, что апостол Павел привлекал, что-то своей рукой писал. Иногда даже пытаются исследователи показать, что здесь чувствуется. Мы-то в копиях не можем определить, какая там рука писала, что может быть какие-то вещи мог писать и секретарь от себя, получив какие-то наставления, идеи. Либо он мог поначалу взять даже такую стенографию послания сделать, а потом его отработать. Павел там надиктовал мысли, наговорил всякого. А он делал пометки. И потом по этим пометкам написал письмо. И этим могут объясняться какие-то различия именно в содержании послания. Но мы видим, и лично Павел там добавляет что-то своей рукой. Использовал, мы видим, в римлянам секретаря Тертия. Он передавал эти послания через гонцов своих, людей, которые могли возможность приехать туда и передать это послание. И мы видим, что уже вот в Павловых посланиях есть конкретное указание на то, что на необходимость прочтения этого послания на христианском собрании. Вот в самом раннем, в Фессалоникийцам первом, 5.27, он говорит, заклинаю вас Господом. Это удивительные слова. Понятно дело, что если пришел гонец с письмом, вероятнее всего этот гонец и должен был прочитать это письмо. Может быть он и поэтому, например, называет в качестве адресантов того же Тимофея, если он потом этого Тимофея с этим письмом отправил, чтобы придать авторитетность этому гонцу, чтобы он смог уже прочитать. Но вот этот факт, что заклинаю вас Господом, прочитать, это такое вот наставление имеет цель, что, наверное, могут и не прочитать, раз он использует очень такое слово серьезного характера, чтобы кто-то кого-то заклинал, не просто там, ну, прочитайте. Или более того, вы и так гонец принес, говорит, я принес письмо, но я вам его не прочитаю. Конечно, такого не может быть. Поэтому само собой разумеющееся на собрании. И когда говорится всем братьям, наверное, прочитайте на собрании, а не просто идите там кому-то домой, соберите отдельную какую-то группочку, и вот им только прочитайте. Заклинаю вас прочитать всем. И вот это указание свидетельствует о том, что на христианских собраниях, в Павловых общинах, эти письма входящие начинали, ну, зачитывались всему собранию. И это вот самое раннее свидетельство того, что на собраниях начали читать послания Павла. В практике развития чтения на христианских собраниях, если христианское собрание это был ужин, и следующее за ним социальное общение, включавшее чтение Писания, какое-то наставление, песнопение, молитвы, другие литургические восклицания, молитвы за исцеление, ну, и другие разные, сбор финансовых средств и многие другие действия, то вот далее мы видим, что после посланий, послания самые ранние документы, которые начали читать на собраниях. И эта практика не была выдумана из воздуха, на всех пирах читались какие-то произведения, это было, ну, такое правило хорошего тона. И потом мы читаем первому Тимофею 4.13 о том, что дается совет Тимофею, занимайся чтением, наставлением, учением. И неискушенный человек подумает, занимайся чтением, это значит, дома читай, развивайся там и так далее. Но речь идет о том, что там говорится о публичном чтении, не уточняется, что конкретно должен читать Тимофей, но исследователи предполагают, что речь идет о публичном чтении ветхозаветных пророков. Если еще Евангелия к тому времени, к примеру, не были составлены, не были в ходу, то закон Моисеев мы видим, что на христианских собраниях не читали, это такая постоянная традиция, мы просто не имеем свидетельств этого, то, скорее всего, к пророке Ветхого Завета, что было важным для того, чтобы показать, что, во-первых, наша вера во Христа и все, что со Христом произошло, об этом уже предсказывали, пророчествовали пророки Ветхого Завета. И одна такая вот задача, и вторая задача, то, что христиане читали пророков Ветхого Завета, это показывало, что христианство, что вот это новое движение последователей Иисуса Христа, это не какой-то новодел, оно имеет преемственность вот с теми, ну, с иудейской верой, с этой традицией, оно имеет своего рода давнюю историю. И вот в античности это было очень и очень важно, на всех уровнях. Если новодел, то все с большим скепсисом относятся к этому новоделу. А если это уже существует века, века, тысячелетия, то этому доверять можно. Поэтому здесь, в послании Тимофея, мы видим, что это чтение, речь идет, вероятнее всего, как раз вот о чтении пророков Ветхого Завета. А когда приходили послания, то мы видим, послания не читались, ну, как вот давайте теперь послание Павла каждое воскресенье будем зачитывать. Ну, просто нету таких вот свидетельств, да, что вот прямо каждое воскресенье читались послания. Но что, какие свидетельства есть, вот, например, Колоссянам 4,16, то здесь мы видим такую аттестацию, что возникла ситуация и возможность обмена, возможность обмена этими христианскими документами, когда уже послание обращено в какую-то церковь от апостола Павла, а в другой церкви другое послание апостола Павла пришло. Вот он здесь читает, мы читаем в Колоссянам 4 глава. «И когда это послание прочитано будет у вас, сделайте, чтобы оно было прочитано и в церкви лаодикийцев, и чтобы то, которое из лаодикие, прочли и вы». Вот она первая аттестация того, что церкви начинают обмениваться друг с другом вот этими входящими послания Павла. То, которое в лаодикие, оно в лаодикийцам же было написано, а вы теперь его то у себя прочитайте. Вот он. И тогда как? Значит, мы что, отдадим послание Павла вам? Нет, конечно. Мы сделаем копию и отправим вам. Мы сделаем копию. А ваша копия пусть придет к нам. И еще узнали, что оказывается у тех, а в Галатии тоже есть копия какая-то. Давайте поделитесь, драгоценные. Мы тоже какие-то истины найдем. И вот так вот потихоньку, шаг за шагом, у нас по крупицам, можно так сказать, исследователи собирают, восстанавливают вот эту историю формирования ну как бы Павлова канона, сборника писем апостола Павла, которые начинали собираться по местными церквями. и уже как они могли использовать для наставления, для созидания христианских общин. И вот только же, кстати, мы это с вами прочитали. Эфесянам 1.1 в Эфесе уже такая локализация этого послания. Значит, оно могло быть таким просто окружным. Колоссяна мы уже прочитали. Видим этот обмен. И встречаем вот это вот наставление во 2 Петра, 3.15.16, где написано, Мы видим, что у апостола Павла есть много посланий во всех. Значит, наверное, не о двух идет речь, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писатели. О чем этот текст говорит? Ну, по поводу дотировки 2 Петра есть разные мнения. С одной стороны, Петр, если Петр, то тогда написано, наверное, до середины 60-х годов, тогда уже, получается, Павловые тексты, Павловые послания имеют такой авторитетный статус среди христианских церквей довольно рано, либо 2 Петра, тогда является вот этим псевдонимным, псевдоэпиграфическим и наиболее поздним таким посланием, потому что здесь говорится о том, что уже послания Павла приравниваются, имеют статус писаний. И мы видим, как здесь речь идет о многих посланиях Павла, кто-то их находит, не принимает, а эти люди невежды, не утвержденные к собственной погибели, и они их каким-то образом искажают, неправильно истолковывают, как и другие писания. Значит, получается, и тексты Павла приобретают вот этот уже характер писания, и, наверное, на мой взгляд, все-таки это не просто, что при жизни Павла такое имело место быть, но видим, что идет вот это вот, авторитет посланий Павла настолько работает, что уже со временем все больше и больше церквей их используют, имеют к ним определенные отношения. И дальше мы можем выйти, это конец, например, первого века, и вот уже тоже конец первого начала или середина второго века, мы видим еще свидетельство об использовании послания апостола Павла. Обратите внимание, Климент Римский пишет письмо в Каринскую церковь. Климент Римский в конце первого века, 95-й год обычно датирует первое послание Климента из Рима в Каринскую церковь, решает практически те же самые проблемы, как будто в Каринской церкви за 50 лет ничего не поменялось, те же проблемы с лидерством. И пишет следующие вещи в 47-й главе. Обратите внимание, что уже такое вот обширное послание, больше 60 глав, читать это намного больше, чем тоже, например, послание Коринфянам апостола Павла. 16 глав, а тут 60, по объему несколько раз больше. Возьмите послание блаженного апостола Павла. Это он им напоминает о том, говорит, возьмите послание блаженного апостола Павла к Каринским верующим. Он говорит, он вам уже раньше писал, и оно у вас, вероятно, есть. О чем он прежде всего писал вам в начале ангельской проповеди. Истинно, он по вдохновению написал вам как о себе самом, так и о Кифе и о Полосе. Потому что и тогда произошло у вас разделение на различные стороны. Вот смотрите, что говорит Климент. Ну, ничего не изменилось. Тогда у вас было разделение, и сейчас у вас разделение. Возьмите вот это письмо уже блаженного апостола Павла. Он вам писал об этом раньше. Он написал по вдохновению. Смотрите, все вот эти словечки указывают на авторитетный характер посланий апостола Павла. Вот в частности здесь о первом послании к Каринфинам идет речь. И Толикан Смирский уже в середине II века, то есть спустя 50 лет после Кемента, пишет к филиппийской церкви, к той, к которой апостол Павел тоже написал свое послание. Ибо ни мне, ни другому, подобно мне, нельзя достигнуть мудрости блаженного и славного Павла. Смотрите, как возрастает статус апостола Павла. То он Павел, потом он блаженный Павел, блаженный и славный Павел. Уже вот его письма становятся такими авторитетными. И если мы сегодня, когда рассуждаем об апостоле Павле, мы больше всего представляем его как такого апостола, миссионера, пастора церкви, ну, если он там оставался такого созидателя церкви, богослова, мы думаем о нем как в таком самом великом богослове, то ранняя церковь апостола Павла воспринимала больше всего как мученика. Как мученика, что он принял. Ну, и, понятно дело, там, второй, третий век и дальше, да, когда было много христианских мучеников, и апостол Павел тоже был этим мучеником в Риме. То есть, оно воспринимало так, даже был в какой-то мере такой существовал культ Павла, такой мучеником, особенно на западной, западной церкви, латино-говорящей церкви. Так вот, блаженного нельзя достигнуть, никто уже не может, посмотрите, статус его, какой уже никто, он уже, он уже превосходит всех нас, никто не может достигнуть этой мудрости, этого Павла, который, находясь у вас, пред лицом живших тогда людей, ревностно и твердо преподавал слово истины, и после, удалившись от вас, писал вам послания. Ну, мы имеем только одно филиппийцам, но, может быть, что-то было еще написано, или здесь он обобщает, обобщает, что многим церквям, вникая в них, вы можете получить наседание в данной вам вере, которая есть в матерь всех нас, за которую следует надежда, и которой пришествует любовь к Богу, ко Христу и ближнему. Но чувствуется такой реально высокопарный уже язык, так, что и Павел такой уже прославленный человек, и те, кто, и его тексты играют уже авторитетную роль, поэтому в них преподано слово истины, благодаря им можно получить назидание веры. Ну, и видим, что дальше и дальше идет вот это такое признание авторитетности послания апостола Павла. Мы знаем, что на этот период, еще к 150 году, никакой речи о таком вот уже сформированном Новом Завете, да, что напечатанном, или как составленном, пока речи нет. Но мы встречаем примерно к концу второго века у нас есть первые манускрипты, которые дошествуют до наших дней, вот они сегодня существуют в таких известных библиотеках мира, коллекциях, где вот этот вот папирусы, составляющие, ну, в одном папирусе есть сборник посланий апостола Павла. Мы сейчас это увидим. И одновременно с вот этими вещественными материальными доказательствами, что есть у нас папирусы, содержащие только собрание апостола Павла. То есть его, ну, не всех, мы сейчас увидим, какие там. Одновременно существует доказательство под названием вот такой документ мураториев канон или канон муратори. Почему он называется муратори? Потому что католический кардинал обнаружил этот документ на латинском языке, он обрывочный, но вот я, его датирует практически вот концом второго века, 180-м годом. И я взял лишь такую выжимку, касающуюся, где вот в этом каноне муратор. Почему он называется канон? Канон это список признанных новозаветных документов. И там речь идет о Евангелиях, там речь идет об апокалипсисах. Вот мы знаем это. И смотрите, что он перечисляет все те тексты, которые в церкви, обратите внимание, мы должны читать на христианских собраниях. А какие-то тексты можно читать для собственного назидания, но в церкви уже их читать нельзя публично. И смотрите, что пишет автор вот этого канона муратори. Что касается посланий Павла. Вот 180-й год, если вот недавно совсем Поликарт тоже писал про послания Павла, то здесь уже автор канона муратори перечисляет. Они сами объясняют всем, кто хочет понять, откуда они, кому принадлежат и по какому поводу направлены. Мы только что с вами говорили о классификации Павловых посланий, что это можно так охарактеризовать, так и так. И вот здесь этот же автор тоже самое дает, также дает нам характеристику вот этих Павловых посланий. и говорит, во-первых, коринфянам запрещающие их еретический раскол. Вот проблему с лидерством, разделение, вот автор вот этого канона видит, как главная цель написания первого коринфянам. Следующая гала там против обрезания, довольно правильно говорит, что там пришли люди, которые сказали иное Евангелие. Почему-то на третьем месте послание к римлянам. И в этом послании он подробно объяснил порядок или схему Писания, а также то, что основа или главная тема их Христос. И здесь, видимо, он тоже четко понимает, что речь идет о таком богословском характере послания к римлянам, что там объяснил, такую схемку дал вообще Писания в смысле такого, как Бог, он же там очень много цитирует Ветхий Завет, то есть как Бог теперь работает с людьми, и что главная тема вот этого работы Бога с людьми это Христос, все через Христа получаем спасение. И далее он предлагает, нам необходимо одно за другим их обсудить, поскольку благословенный апостол Павел сам следуя примеру своего предшественника Иоанна по именам обращается только к семи церквам в следующей последовательности. И тут вот он перечисляет послание апостола Павла Коринфянам первое, Ефесянам уже, второе, филиппийцам третье, колоссянам четвертое, галатам пятое, фессалоникийцам шестое, кремлинам седьмое. Вот в такой последовательности. Правда, то, что еще раз писал Коринфянам и фессалоникийцам, вот это получается второй Коринфянам и второе фессалоникийцам для увещания. Мы тоже сказали, что фессалоникийцам это увещевательное послание, но все же ясно видно, что есть одна церковь, рассеянная по всей земле. Говорит о том, что послание подтверждает послание к разным поместным церквям, но уже на этот момент есть одна церковь. Послание к разным общинам есть одна церковь. И уже это является намеком на то, что во всех поместных церквях, которые теперь есть, которые представляют вот эту одну церковь, читаются вот эти все послания Павла. Здесь уже получается к концу второго века уже не ориентируется, что а это вот нам написали, а это вам написали, мы читать не будем. Мы уже все читаем, потому что все для все теперь послания Павла уже имеют такой статус. Они, конечно, по разным обстоятельствам написаны, но все они полезны для всей церкви. Ибо Иоанн еще и в апокалипсисе, хотя и пишет к семи церквам, а это уже он здесь обращает внимание на то, что в книге апокалипсис там тоже послание к семи церквям, и у Павла тут семь посланий, то тем не менее обращается ко всем. Апокалипсис написан разные конкретные послания к семи церквям, но весь апокалипсис он ко всем семи церквям обращается ко всем. И здесь вот именно Речь идет о том, что все теперь послания Павла ко всем церквям, они полезны, мы их используем. И вот это свидетельство получается второго века использования уже такого как бы сборника, мини-канона, списка посланий Павла. И дальше он говорит, что Павел также написал из расположения и любви одно к Филимону, одно к Титу и два к Тимофею. И здесь он перечисляет, мы видим уже письма, обращенные к отдельным людям. Филимону, Титу и два к Тимофею. Вот они наши пастырские послания. И все они признаны священными, вот он статус этих посланий, по оценке Вселенской Церкви, вся Церковь уже Вселенская, да, такой католикос, кафолической, католической Церкви. И какова цель для урегулирования, для регулирования церковной дисциплины. Получается, все вот эти послания апостола Павла, которые мы используем, они помогают регулировать церковную дисциплину, церковную жизнь. И получается, до сего дня, в большей степени сегодня в христианских церквях используется послание Павла для решения вот таких практических вопросов, да, проблем, которые возникают в христианских общинах. Нам, мы в меньшей мере используем Евангелие, хотя Евангелие тоже обращены к христианским общинам, но там все-таки мы здесь делаем акцент на учении Иисуса Христа. Ну, тоже используем, но не так много. И давайте вот в завершении этой части еще посмотрим, какие существовали манускрипты посланий Павла. Вот здесь у нас старейший манускрипт послания к евреям. Вот прямо здесь написано во второй строчке «Прос Эбраюс», да, «Прос Эбраюс» к евреям. Ну, и, видимо, вот датируется где-то концом, концом второго века. А здесь вот у нас так называемый 46-й папирус Честера Битти, на котором вот здесь справа это папирус размером 28 на 16 сантиметров. Мы видим, что внизу он немножко поврежденный, да, некоторые моментики, это не совсем. И этот папирус датируется вот Честера Битти, здесь на этой странице 2 Коринфянам 11-33-12-9 кусочек, а на вот этом развернутом это конец филиппийцам, начало колоссянам в такой последовательности. А, по-моему, у нас тоже в нашем Новом Завете в такой последовательности колоссянам идет за филиппийцами. Так вот, в этом папирусе представлены следующие послания. Первое, второе Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Колоссянам, филиппийцам, фессалоникийцам и евреям. Вот, пожалуйста, такой мини-канончик посланий апостола Павла, собранных вместе. И это конец, конец или второго, начало третьего века. Но тут с точностью сказать невозможно. И здесь же, здесь же в этом, в этом папирусе, в котором содержится послание апостола Павла, содержатся так вот эти называемые номина сакра. Номина сакра. Номина сакра. И какие номина сакра у нас есть. Так я вам, чтобы было понимать. Значит, номина сакра. И иногда еще делают вот так вот. Сигму. Вот так вот. Это Кюриос, Господь. Это Христос. Вот это у нас Иисус. Вот это у нас Теос. Вот это у нас Невма, Дух. Вот это у нас Сын, Фьюйос. И есть еще такое. Строс, погреть. Ставрос, крест. Для вот этих слов, вот в этом манускрипте, вот где встречаются, о посланиях Павла используются эти слова, они не полностью написаны, а написаны с помощью вот этих вот священных имен, так называемых, сокращенных. И понятное дело, что это христиане уже изобрели вот такие вот аббревиатуры, сокращения, можно так сказать. И я вам рассказывал о том, что даже вот одна, другая, две христианки пишут с помощью, используя вот эти номина сакра. Это уже такие для, ну, для внутреннего пользования, мы так бы это назвали. Это даже в какой-то мере начало такой вот использования вот этих номина сакра, есть еще стаурограмма и вот первые зачатки христианского искусства. Вот, если в начале христиане, ну, особо не делали акцент, мы практически ничего не имеем, там, с первого века какое-то христианское искусство. Но вот со второго, с конца второго века, начало третьего века идет такая вот работа над созданием или апроприация существующих в окружающем мире образов. И создание вот этой вот рыбки, рыбка, ихтус, аббревиатуры, создание вот этих вот, также в это же время катакомбах христианских катакомбах Рима, там, вот эти рыбки, якорь, спасение, голубь, там, символ Святого Духа, потом там, и потом, по себе, там, пастырь добрый и так далее, и так далее. Уже вот начинается вот это движение в том, чтобы с помощью художественных вот этих искусственных образов искусства выражать, ну, выражание, они тоже имеют определенную функцию выражать, выражать свою веру. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok